Девочка-пай 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 кто такой ты же про меня в бумажках все прочитал чёрт спрашиваешь часть потери куда отходите вот это я тебе не скажу не скажет не скажет не скажет черт с ним мне не скажут контрразведки скажет и контрразведки не скажет ты-то чему радуешься они скажут им так это их дело страшно помирать то а ты что тоже готовишься шкуры и забыл казармы служивый сергей будь добр выйди на минуточку так вы кричать будете а я за перегородкой все равно услышу во дворе погулять воздухом подыши слушать садись полный бант твои чужие б не таскал зачем они тебе ты же коммунист а то я вижу из студентов знаешь что такое полный бант твой барбос надо полагать второй десяток по казармам и на взгляд не трус а сколько у него георгиев 2 но один за то что доносила вовремя а один за дело один а их бандиты 4 гордишься ими я собой горжусь студент ты меня видимо обидеть хочешь так ведь слово студент не обидное слово ладно поговорили а ты знаешь что я из-за тебя дважды погоны надевал первый раз видел я тебя в самаре летом пятнадцатого года помнишь корабль на котором первых георгиевских кавалеров возили показывали вас людям какие есть молодцы и герои ты рядом с оратором стоял и видел я только тебя ладный такой с красиво заминтованной рукой и так ты мне понравился своим молодецким обличем что я записался добровольцем дуракам закон не писан это верно только ты-то каким образом на корабле дураков оказался из госпиталя взяли да и на плахать не плавал никогда прокатиться захотелось вот и я в то время не воевал никогда повоевать захотелось когда доз это навоевался решил тихо-тихо отсидеться в ростове у дяди не дал ты мне этого сделать ты с стучали сапогами ты за главного там был ты и дядю увел сергей георгиевича макашева расстреляли его говорят много ты из-за меня страдал полное право имеешь меня к стенке поставить не оправдание себе ищу селись понять в чем смысл твоей жизни а все себе говоришь хочешь отпущу не отпустишь а зови своего барбоса и 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 А-а-а! Ваше благородие, уйдет! Становись! Ваше благородие, стреляйте! Жаль бедуина. Как и следовало ожидать, промахнулся. Что ж, для очистки совести вслепую. Погубил я тебя, браток, и добить тебя нечем, извини. Погубил я тебя, браток. Пойду. А-а-а! 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 А-а! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Растворится день И придет свой родов день Так давайте ж петь во все уста Мы, дурак, дураком Пыль осела, гляжу, левая рука на тряпочке висит Людей не хоронят, сколько по полям лесам лежит А ты рука Когда все кончится Когда все успокоится А почему я пью? Господа пришли Скоро баре приедут Сейчас команды пойдут Команда за хлебом, команда за овцом Команда за лошадями Подтягивай покрепче портки, мужички А я все пропью Все реквизировать и всех ликвидировать Да дайте музыку послушать Песня странная какая Ну что такое блохо? Почему же про блоху? Ненасказательно О, понимать надо Вася, открой А, вот и граммофон Граммофон? Садись, Марк Иванович, послушай Шаляпин поет Бездельник Каторжник Вор Музыку слушает Немедленно Сию минуту Неси граммофон В господский дом Не донесу я в одной руке Давай Быстрее Пошевеливайся Пошевеливайся Быстрее Зачем ты это сделал? Иди, иди Да я тебя Да я тебя Не подходи Не подходи Не подходи Господи Текать надо А я Наделали делов Тетка Дарья Крикни Ефимовну Здравствуйте Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич Слыхала, Ефимовна Что случилось-то у нас? Да слышала Человека убили Двух Аким помирает Отец Павел у него А ко мне зачем пожаловали? Я не врач, не священник тем более С комиссаром твоим Поговорить нам надо С каким комиссаром? Который у тебя в баньке сидит Очень тебя просим Ефимовна С каким комиссаром? Вы что все с ума что ли посходили? Ты помойся бога, Ефимовна Комиссар В левую ногу раненый Пятый день у тебя в баньке прячется Ну да Нет, ну что за люди, а? Ну что за люди? Сведи, Ефимовна Очень надо Входи Яков К вам крестьяне Проси Откуда узнали? Откуда узнали? Я представить себя не могу Так ведь деревня, Аня Ну зови этих обормотов Четвертый где? Вася при Акиме Понятно Знаешь все? Анна рассказала Советуй, что делать нам Анна, посмотри, что там на дворе Что делать вам? Сказал бы слезы лить Так обидитесь, подумайте, насмехаюсь Думали сразу хватать начнут А они, как Марк Иванович добежал до них Сразу из деревни ушли А много их было? Двое из старшей А у вас винтовка Со страху еще кого убить могли Плохо вам, кормильцы Завтра к вечеру ждите карательный отряд И что? Вас четверых повесит А мужиков для порядка всех поголовно Высекут Ну и заберут, конечно, все до нитки А может пронесет? Ай, ну не люблю же я вас, крестьяне Сам ты из графьев Из крестьян В семье девятнадцатой по счету Девятый выживший Шести лет побирался Просил у таких, как вы Плохо давали? Советуй, что делать нам? Не знаю Оружие-то у нас есть Закопано Максим с тремя лентами Дюжина винтовок Обрезов уж не знаю, сколько по домам Хватит обрезов Три нагана Ящик гранат Богато А кроме вас, бедолаг В деревне мужики, которые повеселее имеются Найдутся Действуйте Оружие вырыть С мужичками поговорить А как управитесь со всем добром ко мне А за главным у вас Миша будет Ну действуй, командир Митяй Смотри, правильно угадал Вот что, Митяй Фуражка мне нужна И протупее В крайнем случае ремень Достанем И еще к тебе вопрос, Митяй Почему меня До сих пор не выдали? Резону не было Определили бы тебя к ним Они и учительницу забрали бы А Ефимовна у нас учительница усердная Разумная С Богом Вот так До свидания Яков, но вы же ранены Ну на мне, как на собаке все заживает Да и рана пустякова Чуть мякоть прихватила Тянет сильно, только и делов Дел Ты учительница Тебе виднее А я и грамоте-то с 20 лет учиться начал А до этого? Некогда было Вот только когда экзамены на помощника машиниста начал сдавать Год потел над книжками Но сдал и грамматику, арифметику Значит, вы способны В вашем возрасте учиться, это подвиг Подвиг, это точно Но не в способностях сила, а сила в злости А я злой Мне главное разозлиться на тебя ли, на себя ли Я все одно Тогда черту кум Я же, по-моему, немножко хвасту Нет Трезвый, нет Вот когда выпью, тогда сильно хвастаю И преврать здоров Ну это хорошо, что вы сами это понимаете А я все понимаю Аня Да Просьба у меня к тебе Не к тебе, а к бабке твоей Шаровары у меня прострельные, рваные в крови И гимнастерка грязная Попроси их бабку зашить и постирать Мне вы своих штанов не доверяете Я же вам предлагала постирать Ты учительница Я не хочу, чтобы ты мои штаны стирала Это почему же? Не догадываешься? Нравишься ты мне очень Жениться на тебе хочу А по-моему, штаны только жены стирают Ты не жена пока, невеста Глупый выешь Прямо дурак Ты не бойся меня, Аня Ей-богу, у нас все по-хорошему будет А я и не боюсь А как у нас будет Так это я сама решу Решай так, чтобы хорошо было тебе и мне Пойду Штаны стирать и решать Пустим Пора не на ноге ударю Чтоб к завтрашнему утру готова была Открытая и решила Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Собирайте сходку, можете виселицу поставить Общество хотело, чтобы по-хорошему Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я комиссар пехотно-пулеметных курсов РКК Яков Спиридонов С сегодняшнего дня принимаю команду Над повстанческой бригадой деревни Ольховка Оставшийся в живых белогвардейская сволочь Может передать своим недорезанным генералам Что деревня Ольховка является территорией РСФСР И всякое посягательство на нее Будет караться смертью Я не гордый, я лягу Ну, че трясешься, дурашка? Радоваться надо Двое пока из-под огня ушли Офицерской лошади-то Их всех убить надо Всех не убьешь Мало на что в атаку-то идти Да и не поднимешь вас, лапотников До темна постреляем, а ночью они уйдут Половина уйдет И офицер уйдет Скользкий подлец Че делаешь, Ань? Дрова рублю Я зайду, Ань? Я волнуюсь, я жду Я места себе не нахожу А ты пропадаешь Неизвестно где Стрельба два часа как кончилась Что я могу подумать? Уходи сейчас же, не приходи больше Ой, страшная штука, Баби Гонор Умный же ты человек, ань хороший человек Ань, несешь и колесицу Но пока проводили их Пока я проверил, что и как время шло Теперь вот он я Уж какая есть Ну че, кончили об этом? У меня вот тут к тебе Просьба есть Я тут послание воззваний сочинил По смыслу все правильно Насчет ошибок сомневаюсь Проверь, а? Штаны мастера ошибки проверяй Почерк у тебя какой красивый Прямо готический шрифт Аня Нет, ну как дитя А еще людьми командуют Того это я ведь не командую Прошу все время Просишь, а все равно командуешь Ошибок очень много А я че говорю? И выражения не совсем правильные Суть ты, пожалуйста, не касайся Выражения все правильные Синтаксически неправильные Синтаксически Это насчет Забитых, что ли? Их тоже исправь Завтра уезжаешь из деревни Это еще почему? Комиссара прятала ты, Аня Я не комиссара прятала Я тебя прятала А я комиссар Нет, ты ешка Ты мой ешка Все будет в порядке Только тебе надо уехать А ты? Я Другой разговор Я воевать буду И долго ты будешь воевать? До победы, Аня А вдруг убьют до победы? Не может этого быть Бог не позволит Или Карл Маркс? Светлое будущее не позволит Чье светлое будущее? Твое Мое Наших детей Кто это? Ой Здравствуй, папка Здравствуй Здравствуй Кто это? А? Комиссар пехотно-пулеметных курсов Яков Спиридонов Раненый Кем раненый? Злодейской белогвардейской пулей Когда? Тут недавно белый офицер меня допрашивал Все вопросы задавал И так это надоело Просто сил нет Знаете, давайте сядем за стол Посидим Анна к тетке Дарья за самогоном сходит Нет, нет, нет Отец у нас не пьет Как? Совсем ничего? Совсем ничего Я запольный Папа Что, дочка Я так полагаю, что С будущим родственником Познакомился А чего же от родственников? С кровать? А? Болезнь? Переживание? Или так От нечего делать? Портной я Понятно Теперь ты ешь и допрашиваешь Простите По-батюшке Не знаю, как вас Иваныч Ефим Иваныч Алексеев Аня Давай Собирайся Сейчас же Куда? Домой Как? Сейчас такое время, что Обязательно надо дома сидеть Мать волнуется Ведь Одна ты у нас осталась Боимся за тебя Другие-то где? Не твое дело Замужем Старшие замужем Анна Отец дело говорит Уезжать тебе отсюда надо Ага Ну а как же дети? Школа Ну ты-то не дитё Должна уже понять Что недоучение будет В Ольховке После сегодняшнего Ну а на чём я поеду? Как? На телеге Я же на телеге приехал Ну как же так? Не сказав никому ничего Что люди скажут? Я им разъясню Они поймут Собирайся Собирайся Не ура Ну хорошо Я сейчас Иди ешь Боюсь Не бойся Всё будет хорошо А вдруг будет плохо? Ну что? Ну как я найду тебя? Когда увижу? Ты же за наше светлое будущее воюешь Всех победишь И найдёшь Меня Я очень сильно люблю тебя Иди ешь Живёте где? Адрес какой? Дворянская 36 Пиши ты Дворянская Дать уйти комиссару Чёрт вас возьми Поручик Вы в армии Ни дисциплины Ни порядка По вашей вине Охвачен восстанием Два уезда И всё из-за вашего комиссара Которого вы упустили Вам это понятно? Но не может бунтовать Один комиссар В двух уездах Вы на что намекаете? Я не намекаю Господин полковник Кокетка Белоручка Будете ловить своего комиссара Не поймайте военно-полевой суд Ротмистер Кореев Надеюсь Поможет вам Всё Можете идти Рассказывают Что под комиссаром Ваш конь Ротмистер Верно ли это? Верно Сергей Венедиктович Вы хотите что-нибудь приказать? Хочу Но не приказать Очень прошу понять Господа Что весь гарнизон города Состоит из роты новобранцев Господина поручика И ваших Валентин, простите Головорезов Прошу понять Что мы Вы и я Головой отвечаем За коммуникации Дороги Железная дорога Мосты Надеюсь Вы понимаете Что это значит Для наступающей Тем более Не дай бог Для отступающей армии Ну и конец Прошу Понять Чем грозит Существование В нашем тылу Красного отряда Под командой Решительного И энергичного Он ведь энергичный Комиссара Все Идите Ловко ты меня Понимаешь Юрочка У меня не было Другого выхода Понимать тебя Понимай Но наверное Это подло Все таки Знаешь Ты мне сейчас Напоминаешь Девственница Из борделя Ты не находишь Не нахожу Почему не находишь И в поместье свое хочется И вещички вернуть Жаждется И ручки в чистоте Соблюсти мечтается Не выйдет Юра Ручки придется Замарать Придется Валя Вот Комиссара Ловить буду Ну вот это Другой разговор Пойдем со мной У меня для тебя Суприс есть Хочешь Юрочка Я скажу За что люблю тебя За что не люблю Ты и сам знаешь Трепать языком Обязательно надо Ждать надо Тогда давай Я люблю в тебя Некое свое Проложение Таскай свое Второе я Вот я Грязив Крови по уши Убийца Распленный тип Но это только одна сторона И вот я Интеллектуал Чистюля Борец за идеалы Валька Ты я помню стихи Сочинял когда-то Я и сейчас сочиняю Похабные Ну и как? Ничего Смешно получается А вот и сюрприз Здравствуйте Господин офицер Садись Ганин Садись Благодетель Звали Валентин Андреевич Есть Асань Дурная привычка Бессмысленные вопросы Задавать Если искали Значит звали Вот Юра Пользуйся Ваша Господин поручик Следовательно Распоряжение поступаю Позвольте Имя отчество узнать Георгий Евгеньевич А дело какое у нас будет С вами Георгий Евгеньевич Комиссара По лесам ловить Господин Ганин Спередунова что ли Поймаем Вы его знаете А как же Пять дней Посоветовал Валентин Андреевич В отряд к нему поступил Храбрец Храбреца Храбреца убить трудно Обмануть можно Ловко И каким это образом Его обманывать собираетесь Освоюсь в отряде Спередунова Покажусь В удобные моменты Вас к нему приведу С войском А надо с войском? Надо Опасный он Потому что крестьянам Очень нравится Ох и умница ты Санька Мастеров люблю Глянь на него С виду Пролетарий Трудящийся Опора Большевистская А сколько он этих Самых большевичков За 10 лет Своей службы в охранке По тюрьмам Да по каторкам определил Не счесть Нет Люблю мастеров Он Юрочка Даже Киплинговского Кима читал Совершенствуется А Ким-то при чем? Ну все же профессия у них одна Как это одна? Ким разведчик А господин Гайни Как я понимаю Провокатор А вы Георгий Евгеньевич Зовите меня Сашей Или Шуры Как вам удобно На провокатора обиделись? Нет Тогда ответьте мне на вопрос Зачем рискуете так? Ловкость свою проверяю В наше время Ловкость в жизни Самое главное А как догадается Спиридонов И шлепнет вас Без рассуждения? Недостаточно ловок Значит я был Не для жизни Сегодняшней И долго еще намерены Свою ловкость проверять? До установления порядка Какого порядка? Твердого При твердом порядке Я Со своей ловкостью Хорошо заживу Ну дай бог доберешься до красных Прямо в штаб армии Спиридонова там знают Доложишь как велено Ясно тебе борода? Пятый раз об одном Ты я ж не беспокойся Мне обманывать никого не надо Я мужик из мужиков И это прекрасно видят все Дойдешь значит? Пойду Главное поняли б там Что сила у меня в руках Душевно скажи им Помочь желаем Да какая у тебя сила? Мишка однорукий Это уж моего ума дело Ты все ж вернуться не забудь Ну куда я от хозяйства денусь? А сила у нас будет Граждане мужики Советская власть дала вам землю Но землю эту Надо защищать Так как есть еще сволочь Которая на нее покушается И вы должны Поэтому с нами заодно Защищать советскую власть Самую для мужика нужную И справедливую Ну в чем смысл советской власти И это мы хорошо знаем Я еще раз интересуюсь Какая выгода крестьянину Вот с твоего восстания? Вот что не робкий Восстание допустим не мое А ваше А выгода с него Самая прямая Мы защищаем крестьянство От незаконных поборов Белогвардейской сволочи Хватка какой А если белые К примеру Тебя побьют? Типун тебе на язык На глупые вопросы не отвечаю Умные вопросы имеются? Ты разумно нам ответил Только вот как на духу скажи Красные победят Это я вам обещаю А теперь вопрос последний От нашего туточного Деревенского общества Тебе надо бы на что? Оружие нужно А оно у вас есть Закопано по огородам Знаю я вас И бойцы мне нужны Конечно Наш отряд добровольный У нас все делается По доброй воле Вот даже Человек Из города имеется Доброволец Так что советую Выделить мне в отряд Бойцов Которые помоложе Можно Ну а если согласны Миша завтра к вам придет Миша покажись К его приходу Чтоб все готово было Уговорил Ну нам пора мужики В других деревнях ждут Позорки У тебя же учителька есть Учителька Что я для себя стараюсь Для твоего же бабочка Удовольствия И обществу уважение Оказать Ну штаб Давай заседать Жить нам в одиночестве Уже никак невозможно Сегодня Александр и Егор Уходят в город Александр со своими Договорится о совместных действиях Что зачем Когда Егор наш Полномочный представитель Яша может не надо Что не надо Ну че Ну какой я представитель Я не представительный вовсе Да ты что Милый За дурака Меня держишь Нашкодил А теперь на болотах Отсидеться желаешь Долго в городе Его не держи Ему опасно Кореев его в лицо знает Понимаю я А может быть Вместо Егора Михаилова возьмем Возьмем Что что дают Пойдет Егор Дело твое Это командир Вот это правильно Я командир А чего тянуть Мы пойдем Прощайте братцы А усь вернулся Ну С Богом Бога нет Ты это точно знаешь? Уж куда точнее Егорушка Просьбу мою не забудь Все сделаем Шибко ловкий этот Губернский представитель А ты молчишь Помалкиваешь А не о чем мне с тобой говорить О бабах У тебя бабы есть? Никого у меня нет Ну так браток не бывает У меня например Хорошая бабенка есть Галашвейка Ну По домам шьет Отстань от меня Александр Да никак тебе страшно Егор Тебе весело Александр я в город не пойду А что? Не могу Сможешь Егор Скажи себе Что никак нельзя Не идти Егор И Сможешь Я знаешь Я как под пульник полежал Так вот тут вот Лопнуло что-то И с тех пор шатает Меня и мотает Как бы тошнит все время А раньше отчаянный был Никого не боялся А сейчас всех боюсь А отряд спиридонов боюсь Сейчас свицера того Перед которым ломался боюсь Да ерунда все Это Егора мне нет Нет Александр Я в город не пойду Ну погоди Погоди На открытом месте нам Руками-то махать Не резон Кончилось бы все это скорее Победит всех наш баба королевич Тем и кончится А то его победят И тоже конец Мне что так Что эдак Все одно плохо Да Яша цыкает на тебя Будто ты его Личный холой Так он знает Что мне деваться От него некуда Вот и вьет из меня Веревь как хочет Это почему же? Кровь на мне Александр Солдат Того кровь Дорога мне В другую сторону Заказана А если от крови Отмоешься? Воды Воды такой нет Это ты молодец Что пришел к нам И понял я тебя Там на дороге Ну а теперь что же Живи Помогай нам Мы за добро Добром платим Устал я бояться Господа офицеры Устал Мы отдохнем Мы отдохнем Бежать бы мне куда Поможешь нам Беги на все четыре стороны А не обманете Моего честного Офицерского слова Тебе достаточно? Не знаю А я знаю Достаточно Действовать будешь Вместе с Саней Александр мне сильно помог Я Рассказал ему все А он Пожалел меня Скажите Егор Почему вы Предали Спиридонова? Я не предавал Я не предавал Устал я Бояться устал Скотина Мерзавец А ты Юрочка Оказывается Предателей Ты не любишь Врет он все Он Спиридоновым Подослан Вы Георгий Евгеньевич Зря волнуетесь Мне Егор про Спиридоновскую невесту Все рассказал Про Алексею Анну Ефимовну Учительницу Она сейчас В городе живет На дворянской улице 36 номер Так что Егор К Спиридонову Теперь тебе дороги Нет Хватит Не бойся Он больше не будет Больно Чего Терпи казак Атаманом будешь Зачем же так жестоко Юрочка Жалеешь комиссара Ну и жалей на здоровье Сокрушайся Горюй А рукам волю не давай Так я слушаю вас Господин офицер К среде мне нужна Новая шинель Сукнуется на ваши Меня все устраивает Договорились Должен вас огорчить К моему большому Сожалению Я эту неделю Не могу работать Совсем Очень занят Другими делами Значит Никак Всей душой Но не могу Пап Ах Простите Я не задержу Вашего отца Я угадал Это ваша дочь Дочка Анна Макашев Георгий Евгеньевич Макашев Очень приятно Анна Аня Анночка Имя у вас доброе Спокойное Меня отец Нюрой зовет Найдется человек Который Анночкой будет звать Или уже нашелся Что же это у вас за дела Если не секрет Да какой же секрет Раз только шума Свадьбу играем В воскресенье Какая свадьба Кто на ком Свадьба и свадьба Говорят соседи Свадьба у Алексеевых В воскресенье А заходить к ним Ты сам не велел Какая может быть У Алексеевых свадьба Когда все дочери Кроме Анны Замужем Я тебя Бормот Спрашиваю Субтитры Анночка. Что с тобой? Ты болен? Ты ранен? Господи. Сердце ноет. Первый раз в жизни сердце ноет. Уймись, комиссар. Но ведь свадьба-то не твоя. Моя свадьба. Серебряные, что ли? Ну, по теперешним временам серебряные не справляют. Настоящие. Тридцать лет я жил с Дарьюшкой душа в душу. Душа в душу, а не венчанная. Потому как другая считалась моей законной женой. Но теперь она умерла, царство ей небесное. И вот с сегодняшнего дня Дарьюшка, законная моя супруга, перед Богом и людьми. Вот посему и свадьба. Тогда гулять надо, Ефим Иванович. Простите. Со звездой во лбу при нынешней власти в нашем городе не боязнили. Со звездой не боязни. Прошу. Яков, уходи сейчас же. В сей момент. Горько! 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 Боюсь за тебя. Боюсь, Яша. Да нечего бояться, милая моя. И офицер еще вчера приходил. Какой офицер? Поручик Макашев. Георгий Евгеньевич, шинель шить. Георгий Евгеньевич, говоришь? Георгий Евгеньевич, шинель 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 Ну, к портному Алексееву. Зачем к портному ходят? Я шинеть, шить хотел. Это, я полагаю, ты врёшь. Значит, Анна твоя невеста. Считай, что так. Ты как попал сюда? Ножками. По крыльцу и в дверь. Твой халуй, надо думать, к бабе ушёл. Зачем мучаешь меня? Господи, не застрелит тебя никто. Нельзя меня убить, я победитель, дурачок. Считаешь окончательно ваш верх? В этом можешь не сомневаться. Ты, а ну, больше не тревожь, Георгий. Ладно? Ты кошмар, мой Яков. Значит, договорились. Скоро светать начнёт. Тебе он хорошо, ты в койке лежишь, а мне ещё шагать и шагать. Анну очень любишь? Очень. Нам бы с тобой, Георгий, о многом поговорить не мешало. Да всё времени нет. Да, а сбрую твою шашку с пистолетом, я в окно выбросил от греха. Я уйду, забери, не забудь. Приятелю своему, палачу поганому Корееву, не говори, что я приходил. Тебе ж хуже будет. Тебе ж хуже будет. Тебе ж хуже будет. Тебе ж хуже будет. Устал я, Яша. Ох, как устал. Не томи, Митяй, дошел. Не видишь, что ли? У кого был? В штаб армии водили. Командир с орденом руку жал. Потом обедом кормил. Говори, что велено передать мне. Мост. Ну, говори толком. Никакой они мне бумаги не дали. Опасно, говорят, тебе бумагу доверять. А на словах, мол, передай. Начинаем в 6 утра 23-го. Мы, значит, должны во что бы то ни стало удержать мост, чтобы он целый был к их приходу, чтобы не взорвали ее в белый и не помешали наступлению. Да что они там, спятились с большого мат, что ли? Так заминированный он наверняка охраняется. Ну, вот они и говорили, заминированный. Только они очень просили. Пусть, говорят, Спиридонов постарается. Ты помалкивай об этом, Митяй. Там предупредили, чтоб только ты. Вот я по необходимости. Я подремлю часок, а потом отпусти меня на ночь домой. Галяй. Говори, Саня. Этого человека я не знаю. Да и я тебе не знаю, голубь. Зато я вас всех знаю. Говори. Вместе с тобой ждем, когда красные на фронте ударят. Готовы все в арсенале и на складах. Насчет железной дороги ничего сказать не могу. Маловато там наших. Но попытаются. Сделаем все, чтобы отвлечь гарнизон. Так что теперь дело за твоим сигналом? Ну и мы замрем, будто нас нет. До сигнала, конечно. И как ваши считают, когда красные наступать начнут? Считают, что скоро. Правильно считают. И по моим сведениям скоро. Верно, Митяй? Да уж куда вернее. Ну что ж. Подобьем бабки. Вот моя диспозиция. Отряд расходится по домам. Каждый при оружии. Ждет команды. Я один. Здесь на связи со мной Митяй и Михаил. Александр уходит в город. Егор с ним курьером. Когда нам идти? Разойдется отряд. Тогда и отправитесь. Сегодня у нас какое? Девятнадцатое. Через три дня отправитесь. Не слишком мне гладко все получается. Как ты считаешь, Санечка? Ловкач ты мой золотой. Не слишком, Валентин Андреевич. Спешить надо. Полагаю, я что у Спиридонова связь с красными имеется. Ты понимаешь, что говоришь? Егор, Митяй куда ходил? Через фронт ходил. Известно. Сегодня. Сегодня его надо брать. Я его сегодня должен взять. Не беспокойтесь, Валентин Андреевич. Возьмем. Его беда, что он ужасно нетерпеливый. А нетерпеливый от того, что везучий. До безумия. Налетел, зашумел. Фыр, фыр. Этот сюда, тот туда. Он командует, все бегают. И все получается. От того, что все получается, многого не видит. Меня не видит, к примеру. Комиссар твой один на болоте. Сегодня в ночь будем брать. Кто будет брать? Как кто? Я и ребятки мои. До чего не комиссаров любят ловить страсть? Отдай его мне, Валя. Что значит отдай? Что он про цигар, что ли? Я его один на один хочу взять. Один на один вы его не возьмете, Георгий Евгеньевич. Вот господин Ганин меня проводит. Поможет, если что. Или он Егор. Он Спиридонова предал, так что мне поможет с удовольствием. Я не предавал. Испугался, знаем. Вот что, Юра, мы с тобой не в театре, обойдемся без красивых слов и изящных жестов. Комиссара надо взять или убить. И мои мальчики, в отличие от тебя, сделают это быстро и хорошо. И вдвоем мы его не возьмем, Георгий Евгеньевич. Я прошу тебя, Валентин. Перед кем покрасоваться хочешь? Перед собой? Ну что ж, валяй. Рискуй, коли твоей душе угодно. Только я рисковать не хочу. Я сначала обложу это гнездо со всех сторон. А уж потом тебя к комиссару подпущу. Поведет нас Егор, а тебя, Санечка, сердечно попрошу. Через час по знаку приведешь господина поручика. Не хотел я тебя беспокоить, да ничего не попишешь. У Георгия Евгеньевича Макаш увидели в одном месте, свербит. Ну, а что ж не пойти, я пойду. Я представление люблю. Вот мы и посмотрим со стороны спектакль. Егор, ты готов? Как прикажете. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выходим. Ни черта не вижу. А вот кустики пройдем, огонь в оконце увидим, стал быть, он тут. Туточки. Передай замереть. Разводить будем, что ли? Действия. Постой, а нам где быть? А вам тут быть. Единственный выход закрывать. Что это дело? Ну, иди, зови Мстислава. Пусть режет Редедю перед полками Косошскими. Чего? Чего, чего. Когда разведешь поручик, сигнал подашь. Господин Ганин. А как с вами Кореев расплачивается? Как, как? Золотом, конечно. Ничего другого не беру. И много дает? Вы что? На 30 серебряников намекаете. Так ведь Спиридонов не Христос. Вы, следовательно, не Иуда. Егор. Пошли. Яков. А? Не оборачивайся, не стреляйся, что я выстрелю раньше. Георгий? Я. Что делать мне? Руки покажи. Теперь слезай, иди к столу. Садись. И руки на стол. Оружием не балуй. Стрельнуть может. Положи на стол, хватать не буду. Поговорим? Ты ж поговорить со мной хотел. Обложили. Ганин. И Егор твой. Ясно. Ну, о чем говорить-то будем? О погоде, о бабах, или о том, где повесить мест подручнее? Скажи мне, Яков, за что ты жизнь свою лишаешься? Не лишайся жизни. Готов отдать за светлое будущее человечество. А мое светлое будущее, где оно? Не будет у тебя светлого будущего. Замаран ты. А на тебе крови нет? Есть. А выживу еще будет. Кровь предателей пролью палачей и мерзавцев. Умрут они от этого, живыми будут тысячи и тысячи. Слыхал про карающий меч революции? Вот он в моей руке. Кто определять будет? Этот подлец, этот палач, этот ангел без крыльев. Ты и белый цвет из семи основных цветов состоит. Пойди, определи, белый ли белый цвет. А ты Богом данную жизнь по своей воле отнимать или даровать хочешь? Кореев палач. Палач. Ганин провокатор. Провокатор. Я мерзавец. Нет. Ты же жизнь мою пришел взять и мне о душе, о Боге говоришь. Я умру, а Кореев с Ганином жить будут, пытать и предавать. Как называются люди, которые цветов не различаются? Ну, к примеру, вместо синего, зеленый, вместо коричневого, красный мерещится. Дальтоники. Ты, Георгий, дальтоник нашей жизни. За неправые дела воюешь, ты посмотри вокруг, что видишь ты. Ваши лучшие люди вроде тебя-то сомневаются, а у нас великое дело повело за собой лучших, самых сильных, самых честных, самых добрых. За правое дело встали люди. Мы победим. Все. Зови Ганина вязать меня. Застрелись, Яков. Не буду стреляться. Зови Ганина. Ну, дело твое. Ганин! Идите сюда! Убей меня, Яков. И сам застрелись. Сейчас Кореев явится. Ты так считаешь? Обложен ты, как медведь в берлоге. Ошибочка вышла небольшая. Егор их всех в другой берлоге отвел. Там не то, что медведя. Клопов не сыщешь. Зачем тогда спектакль? Дурака из меня делал. Зачем? Чтобы вот эта сволочь не ушла. Ловкий подлец. Недостаточно оказался ловок для жизни сегодняшней. Куда ты его? Как куда? В сердце, конечно. Пошли на волю противно. Где Кореев? Напрямик отсюда. Версты две будет на другом острове. Что же дальше? Сейчас узнаешь. Я думал, Ганин ко мне Кореева приведет. Кореев, полагаю, я шибко заволновался, когда про мою связь с красными узнал. Но, видимо, решил все операции руководить. Обстоятельный. А пришел ты. Кончают Кореева. Егор их всех по пристреленным точкам развел. Пулемет я сам пристрелял. Георгий. 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 Где ты? Пропадешь? Утонешь. хватайся уйди от меня хватать уйди от меня руку давай руку не жалей их они вонючие убийцы мерзавцы им не нужно жить и себя не жалей как мерзавца какой-то мерзавец цветок в проруби вежливо то сказал сказал как думал вещи вроде разные когда они в проруби цветок и дерьмо полезность от них одна никакой полезности чё скалишься ты победитель ты победишь мы победим и довольны об этом некогда мне с тобой спорить дел у меня много по тропинке аккуратно выходи смотри за рубки на держи и анны рисковал зря говорил любишь ее нет яков настоящую любовь берегут а ты ею скорее в подкидного дурака играл да не о том не о том говоришь георгий абань не беспокойся ты о себе лучше подумай о жизни своей никудышней полежи здесь и пойми окончательно на чьей стороне правда я уже мертвый яш а мертвецу думать не надо есть у него такая привилегия умереть ты не трудно георгий георгий застрелился что стрелял зачем голос твой хотел услышать прощая ну и ты прощай спасибо браток да что уж ну а что еще скажешь боязно что-то заяц ну а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда поженимся, Яшка? Через три дня. А раньше никак нельзя. Слушай, я ведь с тобой серьезно, вот ты. Да и вот еще что, немедленно из дома уходи. К подруге какой-нибудь на два дня. Это еще зачем? Из ольховки прогнал, теперь из дома гонишь? Прийти могу, Танночка. А ты? Я повоюю самую малость. Где? Да тут неподалеку. Но мне пора. А ты уходи. Хорошо, я уйду. Только давай пожениться, Яшка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пропуск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Служба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оно, конечно, солдат спит, служба идет. Но до чего же вы все спать любите? Всех обошел кавалер. Обошел. Ты своим гвардейцам объясни, что сопротивляться им не стоит. Сам видишь какие вояки. Гелецкая мобилизация. С подрывным делом знаком? Знаю. Разминировать мост сможешь, а то я бы постарался, да не во всех тонкостях силен. Да дело не хитрое. Разминирую. А меня отпустишь на все четыре стороны? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, последний. Ну что ж, спасибо, а теперь иди на все четыре стороны. А в спину не стрельнешь? Как был казарменный шкурой, так и остался. Давай, иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Построить отряд! Ловко все это у нас получилось. А что получилось-то? Еще не получилось ничего. Миша, сколько у вас в отряде там? 68 человек общей численности. Но будем считать, что полурота. Вооружены как? Пять пулеметов, 46 винтовок, ну и наганы есть, обрезы, гранаты. Вот видишь, отряд. Ой, не могу. Ой, лапотники. Ой, войско. Смирно! Вольно! Товарищи красноармейцы! Два часа тому назад части доблестной нашей Красной Армии начали наступление по всему фронту. По приказу командования, доставленному моим заместителем Дмитрием Алексеевичем Марсановым, нам необходимо до прихода основных сил удержать мост. Задача будет нелегкая, потому что бой будет смертельный. А ты говоришь, получилось. Сейчас увидим, как получится. Слушай мою команду! Первому взводу занять круговую оборону справа от поста. Второму взводу накопаться слева от поста. Танковым пулеметом подготовить позиции для стрельбы. Мы готовы к стрельбовой атаке. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok